Вязать наш шарфик мы будем с середины. То есть мы свяжем сначала одну половину, перевернем вязание и свяжем другую половину. Потому что сужать полотно гораздо проще, чем полотно расширять. И начинаем, естественно, с выставления петель. Рапорт мы составим прямо на машинке, рисовать ничего не будем. Потому что количество петель может быть абсолютно любое. Данный рисунок настолько демократичен, что можно употреблять любое количество петель, любое количество игол, которые мы будем ставить в заднем положении. Поэтому начинаем. Я возьму поближе к камере петельки. Три петли краевая. Два пропуска, четыре петли рисунок. Два пропуска, четыре петли рисунок. Так можно делать достаточно широкое полотно, потому что мне нужно связать шарфик. Если вы будете выставлять еще большее количество петель, то у вас само собой рисунок станет гораздо шире. Вы можете цветные полосы между этими четырьмя иглами употреблять. Можете пять петель взять. Тоже будет очень красиво. Потому что чем шире, тем симпатичнее узор получается. Он более такой толстенький. После этого у меня две петли пропуска. Одна петля на цветной узор, на черную полоску. Пропуск один, одна игла. Это у меня будет черная серединка. И дальше повторяю вторую сторону. Две петли пропускаю в четыре. Это у меня, не знаю, белая или серая сторона. Еще две петли пропускаю, четыре. Еще две петли пропускаю, три краевых. Вот мой шарфик. Он совершенно небольшой. Я показываю вам образец, как это вязать. Можно вот этот, скажем так, раппорт, блок повторить еще раз. У вас будет в два раза шире. То есть нас ограничивает в данном случае только ширина машинки. Но на ширину машины можно связать огромное полотно. Поэтому все, больше нам ничего не нужно. И когда мы начнем вязать, вы увидите, что в принципе менять иглу, менять не иглу, а нить в нитеводе можно будет руками. То есть если у нас будут частые смены нити, мы можем взять от разных клубков, чтобы у нас не было нигде никаких протяжек. И нить можно держать рукой, даже не заводя ее в нитевод, чтобы ускорить процесс. Это совершенно нормально, потому что никаких обвивов у нас нигде не будет. Не нужно будет постоянно нить выпускать из рук, обвивать и так далее. То есть мы наоборот будем вязать без обвива, что очень удобно. Начинаем со вспомогательной нитки. Любым удобным способом начинаем вязание. Это вязание я переверну на другую сторону, когда буду вязать вторую половину. При этом счетчика у меня нет. Можно, конечно, счетчик, но учитывая, что у нас постоянно каретка будет гоняться в разные стороны, счет мы потеряем тут очень быстро. Поэтому счетчик, если вы его бережете, убирайте. На стареньких машинках, как у меня, я счетчик убрала и применять его не буду. Относительно середины мы будем рассчитывать, на какое количество блоков у нас провязана и сделана убавка, какое еще количество блоков провязана и вторая убавка. И буду просто это записывать, на каком из поворотов это все происходит. Видеть их будет очень легко. И вот так вот и будем ориентироваться, потому что мне будет нужно симметричность. Сверху и снизу две детали. Можно вязать несимметрично, можно как угодно. Можно набрать на ширину машины и сделать одну общую убавку. У вас будет вот такое полотно. То есть здесь все опять только ваша фантазия определяет. И фантазия необходимы. Что вам нужно? Я вам показываю только образец, такой узор и вариацию, как можно этот узор менять, его ширину. Очень удобная и безграничная фантазия, конечно. Можно каждый раз применять разные цвета, у вас будут разные цветные полосы. Я покажу на трех полосах. При том, что средняя будет самая тоненькая, черная, белая, серая, черная. Начинаем с бумагательной ниткой. Предварительно желательно сделать образец вязания для подбора плотности, потому что такие узоры хорошо вязать нитками тонкими и воздушными. Вот у меня полумахер. К сожалению, показать марку не могу, потому что полумахер уже без бирки. Я его нашла в своих запасах. Тоненький полумахер, 500 метров в 100 граммах. Три цвета. Черный немножко потолще, но он будет в серединке. Такой вот, немножко другой состава. А белый и серый полумахер, полуакрил. 500 метров на 100 грамм. Толстая пряжа будет смотреться хуже. Ну, учитывая, что это такой весенний шарфик, толстую вязать и не надо. Так, и контрастную катушку, вот катушечная нить, которая не рвется, которая скорее мне порежет руку, чем порвется. Вот такой катушечной нитью мы провязываем один ряд. Катушечную нитку оставляйте подлиннее, чтобы она не убежала у нас. Потому что некоторые почему-то экономят, оставляют короткие хвостики, и этот хвостик благополучно убегает, и у нас полотно слетает с игл. Поэтому нить подлиннее. Один ряд. Смотрите еще. У меня вспомогательная нить имеет два хвостика с разных концов. Это делается для того, чтобы я могла связать вспомогательную и катушечную, чтобы не распускать первую петлю. Если я начинаю вязать, не соединив вот эти вот две нити, у меня катушка, она настолько нестабильна, она пытается все время распуститься. Первая петля будет сильно растянута, и вязание основного полотна будет тоже здесь растянуто. Исправить вытянутые петли, уже ввязанные, невозможно. Перевязывать тоже невозможно, сил нет, да и не нужно это. Поэтому мы вот таким вот образом себя подстраховываем. Просто эти петельки привязываем. Все. Начинаем вязать полотно. Один общий ряд я вязать тоже не буду, потому что у нас цветные полосы. Если я сейчас провяжу каким-то цветом, у меня эта полоса будет на обратной стороне ни к чему. То есть я испорчу себе все. Поэтому, вот как у меня стоит вспомогательная нитка, вот так на ней начинаю вязать изделие. Пускай у меня серый, черный, белый. Вот таким вот образом. Все иглы ставлю в переднее положение. Еще раз повторю для тех, у кого машина с нитеводом. Вы можете, учитывая, что у нас вязание многоцветное, не пользоваться нитеводом. Нитевод это ваша рука может быть. Одной рукой вы двигаете каретку, второй рукой держите. Гораздо быстрее пойдет дело, потому что вот такие вот пересадки, постоянная смена цвета в нитеводе, они выбивают просто почву из-под ног и половину времени вы будете менять нитки. Это совершенно лишнее, совершенно ни к чему. У вас клубок вполне может болтаться внизу, как на машинах с ручной прокладкой. Вы берете ту нитку, которую вам надо, вставляете в нитевод, просто держите рукой, провязали несколько рядочков, отпустили, взяли другую. Гораздо быстрее идет работа. Итак, я буду провязывать по 5 рядов, можно больше, тогда будет более ажурное полотно, более кривые линии. Мне, в принципе, 5 хватает. Ставлю рабочую плотность, которую я подобрала предварительно, на вот такой вот полушерсти, 4,5 плотность, на ниве. У вас машинки все разные, и плотность подбирать надо индивидуально, к каждой пряжи и к каждой машине. И начинаю провязывать. Вяжу 2 рядочка. Раз. Ничего не обвиваю. Этот узор исключает обвивы полностью. Обвивать здесь ничего нельзя. Завязали. Ставим в рабочее положение вторую часть петелек. И провязываю свои 5 рядочков. Не обвивая соседей. 2, 3, 4. В принципе, могу 5-6. Не надо вывести нить на другую сторону. Вот здесь, чем больше я провяжу, тем интереснее рисунок. Это первое. И не всегда, учитывая смену цвета, у нас будет попадаться одинаковое количество вот этих протяжечек. Иногда они будут на одну больше, иногда одну меньше. На общем виде нашего изделия это не отражается, ну, никаким образом. Поэтому не переживайте. Это не страшно. Ставлю третий ярус в рабочее положение. Да, еще не сказала. У кого машина с нитьеводом, отключите рычаги частичного вязания. Частичное вязание отключено. У нас, то есть, наоборот, включено. Включайте частичное вязание и иглы в рабочее положение ставьте руками. Вручную. Вот как я двигаю руками, так же и вы двигайте руками, потому что основная масса игл у нас стоит в переднем нерабочем положении. Все время вязания. Двигать их нельзя. Так, один ряд провязываем. Первую партию в переднее положение. Постоянно вяжем на двух комплектах игл. Вот у нас комплект. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Лучше в средние петли делать не по одной, а по две. Вот я исправила свое недоразумение небольшое, потому что я выставила в рабочее положение здесь по одной иголочке. Лучше средний ряд по две иглы все-таки. Получается у нас три, четыре, четыре, две, две, четыре, четыре, три. Вот таким вот образом гораздо симпатичнее. То есть первые средние иголки можно по одной, но это вязать тяжело и будет очень рыхло. Оставляем по две. Так надежнее. Так вот, первую часть игл мы выставили в переднее положение. вяжем на второй, на третий комплектах игл. Раз, ряд. Два, три, четыре. Считаю, сколько у меня внизу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну давайте. Пять, шесть. И седьмой ряд я провязываю вместе с третьей. То есть первый, второй, третий, с четвертым комплектом и с серединки. Второй в переднем положении. Вяжу свои вот эти вот шесть-семь рядочков на третьем и на четвертом комплекте игл. Раз, провязываю. Два, три, четыре, пять, шесть. И ставлю в переднее положение. Проблема здесь в том, что у меня вязание будет идти с одной стороны, с другой, с одной, с другой. И предусмотреть, где у меня будет нить, очень сложно. Поэтому пока я ее оставляю здесь. Когда мне будет нужно, я ее, в принципе, могу даже лишний раз провязать руками, чтобы перевести нить в то положение, которое мне нужно. Оставляю нить тут, беру черную и на средних иголках провязываю свои черные, эти шесть-семь рядов. Черный цвет у меня вяжет только середину. Вот только два средних вот этих комплектика, по две иголочки. Совместно с четырьмя этими иголками вяжу только цветные нитки. Черная, исключительно вот эти два набора игол. Никуда больше не залезаю, вот только эти. И вяжу шесть-семь рядов. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Пока оставляю. Когда мне будет нужно, я переведу нить в другое место. Не знаю, еще не уверена. Этот рисунок такой нестабильный, скажем так, поэтому переводить я его буду по мере необходимости. Перехожу на следующую партию. То есть я каждый раз двигаюсь. Единственное, что меняется, это цвет. За этим надо следить. И здесь я не провязываю общий ряд, потому что у меня меняется цвет. Я его оставляю там, где он был. И беру следующий цвет, провязываю свои шесть-семь рядочков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В следующую партию игол выставляю один ряд, убираю середину и шесть-семь рядочков на очередных комплектах игол. Два, два, три, четыре, пять, шесть. Перевожу на последних. Эти передние положения вяжу на последних. Так, два, три, четыре, пять, шесть. Связали. Моя задача выровнять последний ряд. Так, минутку связали. Перевожу на последний и на последнем рядочке вывязываю начало следующего ряда. То есть, у меня, по большому счету, все ряды равны. Они выглядят вот так вот криво, косо. Это то, что нам нужно. Поэтому сейчас я должна количество рядов края выровнять, потому что он на два ряда меньше, чем все остальные. Вспомните первый край. И вот у меня что получается. Весь рисунок пошел боком. Это то, что нужно. Это как раз мы сделали волну. И сейчас мы идем дальше. Идем вторым ярусом в обратном направлении. Для этого, для начала выравниваем, вывязываем краешек. Первые шесть рядов на первом ярусе. В первом комплекте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вывязали. Следующий комплект. Следующий комплект. Провязываем свои шесть-семь рядочков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ставим в работу следующий комплект игл. Один соединительный ряд. Последний комплект игл в переднее положение. Вяжем на двух средних. Раз, провязываем. Два, три, четыре, пять, шесть. Выходим к белой, к черной, вот этой последней. И соединяем. Раз. Соединили три комплекта игл. Тот, который мы уже провязали в переднее положение. Вяжем свои шесть-семь рядочков на последних белых иглах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Белая закончена. Естественно, мы нить не отрываем. Мы просто убираем белый цвет в сторону. Сейчас мы будем вязать черный. Этот комплект мы убираем, потому что переводить вязание нам больше некуда. Нам надо провязать черными. У нас нить оставалась в середине. И я могу совершенно спокойно ее соединить руками. Раз, два. Провязав два ряда. Для того, чтобы подвести нить к каретке. В данном случае это позволительно, потому что мы всего лишь провязали один ряд. Мы вывели нить на вязание поближе к каретке, чтобы нигде не было протяжек. И провязываем свои шесть-семь рядов. На двух центральных комплектах. Черный, черным цветом. Один провязан. Два, три, четыре, пять, шесть. Оставляю. У меня в переднее положение ввожу две следующие партии. Нить как раз осталась там, где я ее оставила. Она там и нужна мне и будет. Я ими и вяжу этой нитью. В конце концов, я всегда могу перевести каретку в другое место и начать с другого места вязания. Главное, чтобы у меня нигде не оставлялись хвосты. Потому что любые протяжки будут портить и вид, и впечатление. И, в общем-то, они не нужны. Мы должны вязать целиком, для того, чтобы ничего не рвать. Единственное, что мы порвали нить вот здесь, но тут уже никак. Так, вяжу свои шесть-семь игл, шесть рядов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, на самом деле, в принципе, уже можно было бы и перевести вязание в другую сторону. А можно еще два рядочка провести. Ну, будут огромные дыры. Поэтому, смотрите, я не перевела вязание, я провяжу вручную. Это было непродуманно. Посмотрела, что мне этого достаточно, перевела нить рукой. Так можно делать. То есть, вы смотрите, чего вам не хватает и где добавить. Все по ходу работы. На самом деле, узор такой достаточно стабильный и не тяжело вяжущийся одной нитью. Но когда нитей много, когда много цветов идет, смена вот такая сложная, тут надо смотреть по месту. Если дать какой-то очень сложный определенный алгоритм, то скорее запутаетесь. Потому что вы сами видите, где не хватает и откуда взять нитку, чтобы она не создавала протяжек. Раз, провязываем. Два, три, четыре, пять, шесть. Выставляем последний комплект игл в работу. Семь. В переднее положение, предпоследний. И провязываем свои ряды. Два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Как бы я провязываю соединительный ряд. Убираю второй комплект. И на последний провязываю вот эти вот шесть рядочков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я сделала задел на следующий ряд. Вот так мы и двигаемся. Задел готов. Я выставляю в рабочее положение следующую партию. И провязываю уже здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соединительный ряд с третьим комплектом. Первый в переднее положение. Вот, пошли вязать. И на двух раз провязываю. Два, три, четыре, пять, шесть. Третий комплект. Работу. Однедний ряд. Этот выставляю вперед, чтобы не мешал. И свои рядочки на вот этих двух комплектиках игол. Раз, провязываем. Два, три, четыре, пять, шесть. Ставим в переднее положение, потому что сейчас мы будем вязать уже черный. И смотрим. Вот здесь уже начинает нас поджидать первая засада. Что я могу сделать? Видите? У меня нить, как бы я ее не провела, она создат не в протяжку. Лучше всего ее убрать, конечно, в черный цвет. Вот, самое безопасное, чтобы ее было не видно, убирать в черный цвет. Поэтому я провязываю соединительный черный. Убираю ее туда. И она вообще не нужна, нет ее, она пропадает у меня в рисунке. И могу вывести ее на другую сторону. Все, первый ряд провязан. То есть вот здесь у меня протяжки, как бы я ни смотрела, я ее не вижу. Она исчезла, потому что у меня ниточки идут вертикально. Я добавила еще одну, ее вообще даже сами захотите, не заметите, где она пошла. И провязываю на центральных комплектах игл необходимое количество рядов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, убрали этот комплект игл. Смотрим, что у нас остается здесь. Здесь у нас, чем таскать вот эти вот иголки взад-вперед, я могу просто сдвинуть карлицу. И просто назад провязать на комплектах первом и втором. Провязать свои шесть-семь рядочков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, семь. Получается больше. Значит, больше. Соединяем со следующим комплектом. Эти в переднее положение. К сожалению, при смене цветов у нас все время будет. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше провязано рядов. Глаза это не бросается вообще никак. И при всем желании вы этого не заметите. Потому что рисунок очень насыщенный. И он нам позволяет вот эти вот вольности с собой производить. Если бы мы очень строго следовали раппорту. Строго можно следовать в однотонном вязании. При таком многоцветии, при строгом следовании к раппорту, у нас бы постоянно оставались очень длинные протяжки от рабочей нити, которую нам девать просто некуда. В данном случае мы вот эти хитрости применяем только для того, чтобы этот рисунок нитки спрятать. Нам не нужно с задней стороны нашего шарфика торчащие протяжки. Совершенно не нужно. Поэтому сейчас провязываем до конца. И вот таким вот способом мы вывязываем все наше вязание до начала убавочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, и на последний комплект 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, выставили. Все провязано. Теперь моя задача начать заново. То есть я провязываю 6-7 рядов на первом, потом на первом, втором, втором, третьем, третьем, четвертом и так далее. Самое главное не залезть чужим цветом на чужой ряд. Черным мы провязываем только, когда у нас в работе находятся центральные комплектики. Все остальное идет цветом белым или серым. Вяжем достаточно длинное полотно, смотря какой ширины вы хотите шарф. Вы хотите обернуть вокруг шеи, либо вы хотите как бактус, либо вы хотите как накидку. Что именно вам нужно. Поэтому вяжите длинное полотно на вот этом количестве петель и мы с вами начнем это полотно постепенно убавлять. Это тоже очень интересно делается. Посмотрим, как можно делать убавки, чтобы вот это количество петель убрать в минимум. Сделать вот такое интересное закругление по краюшку. Вяжем нужную длину. Провязали вот такую достаточно длинную часть. Учтите, что абсолютно похожая часть будет у нас и с другой стороны. Но можно на самом деле провязать двойную часть, а на этой сделать убавки. Так будет вернее. То есть можно здесь остановиться и начинать делать убавки. И с другой стороны провязать полностью симметричное изделие. А можно провязать две длины и делать убавки вот с того момента, как мы набирали на бросовую нитку наше изделие. Так будет аккуратнее, потому что у нас всегда, если вы помните, с нижней стороны на одну петлю меньше, чем с верхней. Поэтому убавка будет более гармонично смотреться. Вот исходя из этого вяжем двойную длину нашего шарфика. Либо, как хотите, можно надеть на петли, петли на иглы и провязать симметричную деталь вниз. То есть тут разницы никакой абсолютно. Проще провязать всю длину изделия до убавок с обеих сторон, то есть прямой части. Потом уже спокойно убавлять. Вот здесь у меня 8 деталей. То есть, как вы видите, счетчика у нас нет. Считать мы будем по фрагментам. И легче всего считать по центральному фрагменту. Потому что, видите, детальки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть эти детальки, они отлично видны. Вот раз, два. То есть они вот между дырочками, как раз такие блочочки. Вот по ним как раз и идет подсчет тех мест, где мы будем делать убавку. Но сейчас я вяжу столько же полотна, либо столько, либо поменьше, побольше. Там не важно. Смотрите, прямого полотна. Какая у нас там красота выходит, уже видно. И после этого начинаем делать убавки. Полотно прямое достаточное. Пора делать убавки. В принципе, можно и целиком провязать, но это, ну, в принципе, шарфик и шарфик. Обычное полотно. Шарфик с убавками будет смотреться гораздо интереснее. Так вот, у меня в процессе вязания будет несколько убавок. Я буду убавлять и петли, и расстояние вот эти вот свободные между петельками. Поэтому сейчас я беру и сдвигаю мои все вот эти вот полотна так, чтобы между группами игл оставалась одна петля в заднем нерабочем положении. У меня вязание сдвинется достаточно существенно. На этом количестве игл я провяжу несколько рапортиков. Я сдвинула с этой стороны. Теперь, видите, у меня между группами игл осталось по одной, клепь в заднем положении. Это такая убавка. Поскольку между всеми иголками у меня останется по одной игле свободной, в следующий раз я буду делать убавку уже за счет самих петель. И посмотрите, дальше мы будем делать убавку, соединяя группы петель и дойдем до минимума. Таким вот образом. Запомнили, что с момента начала вязания с другой стороны я делаю вот такую убавку. То есть я навешиваю петли на иглы уже через одну петлю. И теперь я делаю меточку. Меточку я делаю цветной ниткой. Просто между петельками. Причем так, чтобы это не слетело никуда. И чтобы рядочки не перепутались, я ставлю узелок цветной. Все. Теперь я знаю, что вот отсюда я начала первую убавку. Для чего это мне нужно? Я провяжу какое-то количество рапортов на этом количестве игл. И начну делать следующую убавку. Чтобы не запутаться, и у меня обе стороны были симметричны, я каждый раз буду ставить меточку. Могу себе отметить, что я делаю в данный момент. Ну, поскольку я помню, что первая убавка у меня идет как сдвижка, отмечать ничего не буду. Просто провяжу. Ну, немного, на самом деле, вот. Раз, два, три, четыре. Рапорта. Четыре вот этих середины. Раз, два, три, четыре. Четыре серединки провяжу. На вот этом количестве игл и буду делать следующую стяжку. Провязали четыре фрагмента. Раз, два, три, четыре. Делаю следующую убавку. Теперь я буду делать убавки за счет количества петель. Здесь у меня в блоке четыре петли, я сделаю три. Я просто переношу одну петлю на соседнюю. Раз, два. С этой стороны и с другой стороны. У меня получается не по четыре петли, а по три. То есть я на четыре петельки делаю убавку всего полотна. Это, конечно, немного. Но провязав так пару блоков, я уберу еще по одной петле. У меня получатся все петли по два, все блоки по две петельки. После чего я смогу их объединить и у меня получится еще более мощная убавка. То есть постепенно, постепенно мы будем сходить на минимальное, совершенно минимальное количество петель. вяжу два блока на таком количестве петель в блоках. Потом сделаю по два и объединив их. Еще два блока провязала, делаю убавку. Каждый раз не забывайте с этой стороны ставить, провяжу и привяжу вот эту вот меточку. Для того, чтобы не ориентироваться, где и сколько убавок я сделала. Я, в принципе, могу и сейчас поставить метку. Здесь я убавляю еще. Причем, как убавляю, я могу просто посмотреть и увидеть, что я делаю. Здесь я убавляю еще по одной петле. У меня получаются все блоки по две петельки, кроме крайних. Крайние по три. Так и остаются. И сдвигаю их. Можно в одну сторону, можно в другую. В общем-то, это не суть, как важно. Еще на четыре петли. После этого я их объединю. Вот я провяжу даже, может быть, один раз. Потому что шарф уже достаточно длинный получается. Мне такой длинный и не нужен. Я провязываю один блок и объединяю вот эти вот две. Два блока в один. То есть я их тоже сдвину. У меня получится один блок из четырех петелек. Провязываю один вот этот черный глачок, один ряд. Объединяю средние двушечки. Получится три, четыре, два, два, четыре, три. И после этого буду убирать вот этот четырех блок. То есть я буду делать резкую убавку. Буду делать убавку в каждом блоке через ряд. То есть мне не такое большое расстояние провязывается. Потому что мне это уже не нужно, мне пора шарфик заканчивать. Поэтому буду делать убавку через каждый блочок. Сейчас я провязываю один ряд. И после этого объединяю вот эти вот петелечки. Еще один ряд провязан. Опять делаю метку. Это обязательно, потому что у меня вторая деталь пойдет симметрично. Если вы будете вязать не симметрично, то в общем-то и метки ставить не обязательно. Делайте как хотите. Потому что не всегда мы должны делать симметрию. Может быть у вас какие-то свои мысли насчет этого шарфика. Объединять буду просто. Складываю их вместе. Хотя могу даже сделать из них три. Сразу три петельки. То есть тут тоже вариации. Такие как хотите. Можно один раз провязать. И после этого сделать три петли. Потом две. Через каждый блок. А можно вот так вот объединить их. Четыре. И после этого вот так же через ряд я сокращаю. Делаю три и две. То есть через три ряда у меня получится три, две, 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 три. То есть я из четырех сделаю две. Через каждый ряд провязанных блоков я буду убирать вот отсюда одну петлю. И выхожу на все иголочки, на все блоки по две петельки. Ну вот то что у меня остается. У меня осталось объединить только крайние блочки между собой. Объединять я их буду вот так вот. Просто надевая петлю крайнего блока на иглу второго. У меня получается четыре иглы блока. То же самое здесь. Делаю такую хорошую убавку. То есть я надеваю крайнюю петлю последнего блока на иглу второго. У меня получается четыре иголочки блока. Итого у меня получается четыре блока всего, которые я провяжу пару раз. И сделаю из него, тоже один раз провязываю, сделаю из него три, два и заканчиваю. Когда у меня останется две, 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 две иглы, я просто закрою вязание. Вот таким вот образом мы довязали одну часть нашего сужающегося шарфика с достаточно сложным рисунком. Остается у меня всего ничего и просто закрываю. Закрываю, объединяю две и две и таким вот образом закрою. Все, даже придумывать ничего не буду. Ну, могу вот так вот провязать пару рядочков беленькой. Тоже четыре рядочка беленькой. Так уж для разнообразия. Теперь я их соединяю и закрываю. А могу вообще объединить вот так вот, провязать. И все, провязать может быть даже ряд белый. Вот она ближе. Мне больше эти нитки не нужны. Объединять и закрывать можно как угодно. Здесь совершенно все можно делать очень спокойно и без напряга. Посмотрите, что получается. Вот у нас вот так вот все это объединилось. И вот так вот все это ненавязчиво ушло одно в другое. Раз, 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 раз. И из много-много петель получился тонкий кончик. Вот таким же абсолютно образом, глядя на меточки. Ну, в принципе, нам важна только первая метка и вторая, потому что два блока было. А дальше все через один идет резкое уменьшение. Теперь переворачиваем... Ой, черную еще не отрезала. Переворачиваем наше вязание верх ногами. У меня меняются местами белая и серая. И надеваю. Только учитывая, что здесь я делаю первую стяжку, у меня будет уже не четыре петельки, а три. То есть я выполняю вот эту стяжку, первую. Из четырех петелек я делаю три. Поэтому набираю блоки. Три у меня пойдет на край. Две... Так, три на край. Две свободные, три на край. Еще... Ой, три. Следующие. Две за одним. Две свободные, две петли, одна петля, две. Две петли между ними, три. Две между ними, три. Две между ними, три. Вот таким вот образом. Точно так же, как у меня было с той стороны, я делаю с этой. И абсолютно аналогично убавляю петли. Надеваем. Раз, два. Вот здесь я могу использовать протяжку. Три. Раз, два. Три. Здесь как раз три петли, потому что у нас с обратной стороны всегда на одну петлю меньше. И огромная эта протяжка остается. Я могу ее тоже надеть на иголку, чтобы она не вытягивала мне вязание. Раз, два, три. И тоже надеваю на иголку огромную протяжку. Ой, 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 потому что она вязание будет вытягивать. Так. Здесь получается две черненьких. Очень аккуратно. Одна. Вторая. Две синеньких. Одна. Вторая. И голубые. Раз, два, три. И протяжка длинная. Надевается. Раз, два, три. Длинная протяжка. Все симметрично и все точно так же. Досовую нить я сниму потом. Сейчас не буду ее вытягивать, чтобы она не мешает. Все. Надели. Можно даже завязать узелочки. Вот эти ниточки, которые у меня тут остались. Аккуратненько завяжу узелки, чтобы не начинать и не прятать эти узлы. Аккуратненько, тоненько узелочки завяжу и они уйдут у меня внутрь вязания и будут незаметны. Лучше так, чем потом эти хвосты прятать. Нитка тонкая. На пушистом вязании такой узелок будет незаметен. Это, конечно, наверное, не очень правильно можно было бы по науке прятать узлы. Но в вязании они уходят так, чтобы потом этот узел не найдете. И убиваться на связывание ниток я бы тоже тут не стала. Потому что узлы достаточно тонкие. Это важно на толстых нитках. Так, все связали и продолжаем в обратную сторону. Самое главное сейчас оценить, что мы тут имеем. Что тут провязано и куда нам двигаться дальше. Потому что меняется у нас не только цвет, но и направление вязания. Здесь у меня все вязание шло в ту сторону. И оно, в общем-то, закончено. Теперь мне нужно ехать в обратную сторону. И нитки у меня торчат как раз с этой стороны. Значит, я перегоняю каретку. Так, на ту сторону, где у меня рабочие нити. И в какую сторону я должна вести вязание. Потому что, видите, у меня змейка повернула направо. Мне теперь надо вести ее налево. Все здесь. То же самое. Ничего не меняется. Ставлю в рабочее положение первый блок. И провязываю на нем свои первые ряды. Три, четыре, пять. Третий узелок уехал и все. И забыли про него. Второй. Перегоняем на ту сторону, шесть. Блок сюда. Так, за что-то ударилось. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну, достаточно. И вяжу черными. Ой-ой. Я молодец. Я их скинула. Перенося каретку, лучше все-таки следить за этим. И вторые. Нитка как раз у меня здесь. Я ее перевожу наверх. Все делаю то же самое. И на другую сторону. Начинаю вязать. Один в один. Меточка у меня уже стоит. Это бросовая нить. Смотрю, что здесь после того, как я провязала, сделала такую же стяжку. Так, а я не сделала стяжку. Видите? Ну, ладно. Провязали один ряд. И сейчас я... Здесь сделала немножко по-другому. Видите, я вам рассказываю, я сама ошиблась. Я сделала здесь по три петли, вместо того, чтобы сделать стяжку по две. Ну, сделаю так. Переделывать уже не буду. В принципе, на таком шарфике это вообще не критично и незаметно. Провяжу четыре блока на таком количестве и после этого уменьшу расстояние между ними. Да, я здесь ошиблась, потому что отвлекаться нельзя. Провязываем общие ряды на средних иглах. Узелок уехал уже и его не видно. Два. Три. Четыре. Пять. Рабочая нить здесь. Я могу ее перевести на верх и сюда провязываю тоже свои ряды. Не бойтесь переводить нитку на соседний блок. Это гораздо меньшее зло в данном случае, чем если бы я делала из нее какую-то длинную протяжку. Узелок ушел. Переводим на соседнюю иглу и провязываем. Последний. Все провязали. Видите, у меня линия не сбилась и она пошла дальше все как было. Все как было, так и осталось. Ничего не изменилось. Когда мы уберем вспомогательную нитку, мы увидим, что мы этого места даже не найдем, где у нас что-то там менялось. Поэтому вот таким вот образом продолжаем вязать шарфик абсолютно симметрично тому, что мы вязали с той стороны. И заканчиваем его точно так же, как и первую часть. В итоге у нас получается вот такая конструкция. Нитку эту мы сейчас убираем. Она не нужна. И сейчас, в принципе, такое изделие можно оставить и так. А можно сделать обвязочку. Сейчас мы сделаем обвязку для того, чтобы оно было более, ой, еще более симпатичным. Обвязку можно делать, можно не делать. Обвязку делаем универсальную, которая подходит для абсолютно всех вещей. Так, мы где-то могли зацепить за петлю, поэтому аккуратно вынимаем. Помогать на нить, видите, через катушку, вот здесь зацепили, поэтому не вылезать тяжело. Через катушечную все это гораздо проще делать, чем без нее. Она очень легко вылезает из полотна и все. И найдите, где у нас была смена направления. Все абсолютно идентично. И видите, у нас такое четкое сужение идет. Достаточно широкий шарфик превращается в тонюсенький. То есть вот мы сходим на нет. Сейчас делаем обвязку. Обвязку будем делать в 2 петельки. В 3, для такого ажурного шарфика очень много. Берем, ну мне удобнее идти справа налево, поэтому я так и буду делать. На 2 петелечках, на вязальной машинке, узелки завязать, чтобы нигде ничего не болталось. В принципе, можно и потом. И начинаем вязание обвязки. На 2 иголках, лицом к себе, лицом от себя, не важно. Самое главное делать тем же цветом. Я обрезала нитку, могла и не обрезать, поэтому я опять ее соединю. Я начала с другого конца. Можно было нитку не обрезать. Ведь я хотела вам показать побыстрее, поэтому оторвала нить. На самом деле, отрывать рабочую нить нужно в последний момент, когда вы выясняете, что работа закончена. Чтобы не плодить нитки, мы воспользуемся той же. И белой тоже. А нам будет не нужна только черная нитка. Итак, надеваю самые кончики, протяжечки. С самого-самого края. Могу плотность поставить чуть-чуть побольше. Главное, чтобы ничего не слетело с машинки. И провязываю 5-6 рядов. Четное количество. Смотрю, какой размер у меня петелька. Ну, все, узелок ушел, его нет. И следующие протяжки. Не петельный столбик протяжки. Чем меньше буду сейчас забирать, тем аккуратнее у меня будет обвязка. Если я начала 8 рядов, значит по 8 и делаю. Потянули. Вот такие петельки у меня получаются. В принципе, можно и 6. Поскольку самое начало, хвостик, будем делать по 6 рядов. И вот так, надевая все полотно, я обвязываю вокруг все мое изделие. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Попробую сейчас 6. Следующие две протяжки. Можно чуть подальше, можно чуть поближе. От этого будет зависеть насыщенность. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть. Шести достаточно. Следующие две протяжки. Не очень хорошо видны. И отлично делают. И будет у меня уплотненный край. То есть, край будет более явно выражен. Раз. и изделие приобретет такой законченный вид конечно занимает какое-то время но все равно быстрее чем обвязывать крючком ну смотрите шесть или восемь это среднее количество петелек получаются они достаточно интересные шарфик становится более плотным таким моего еще растянем на гладильной доске но сейчас таким вот способом я обвязываю с двух сторон мой шарфик с серый серым белый белым дальше мы наш шарфик накалываем на гладильную доску его наколола за уголки здесь явно выраженные уголки и булавками пристегиваем пристегиваем причем вытягиваете уголки как можно больше обычно мы говорим что за уголки мы ничего не пристегиваем чтобы их не было здесь они наоборот нужны поэтому их застегнули и не сказала намочили мокром виде и сейчас отпарим обработаю паром даже не приглаживая сильно просто паром чтобы придать эту форму загладить обвязку который мне норовит убежать выровнять бочки слегка и дам в таком виде высохнуть после этого на шарфик желательно паром не прижимать утюг все таки потому что мы структуру пряжи нарушаем этим а паром так чтобы форму придать чтобы она в таком виде и нас и высохла и оставляем до полного высыхания когда она высохнет наше изделие красота такая то можно надевать и носить очень интересно смотрятся узоры на основе того что мы вязали для нашего шарфика только с обвивом соседних игл получается абсолютно другой эффект вот абсолютно казалось бы такая мелочь мы воеваем всего лишь соседние глуп получается просто ну ничего общего с тем что мы вязали причем что сейчас у меня такой плотненький достаточно узор вы видите три через две если этот узор немножко разрыхлить то есть сделать две рабочих иглы и три ну крайнюю петлю оставим и три пробела тогда будет более изящно то есть смотрите такие узоры можно употреблять не только для шарфиков но и для насильных изделий можем носить кофточки из таких вот ажуров связаны очень красиво будет смотреться смотрите как он вяжется провязываем шесть рядочков так ну я здесь уже провязала шесть рядов на первых трех иголках и переводим каретку на вторую часть игл первую ставим в переднее рабочее положение все иглы вокруг у нас стоят впереди естественно частичное вязание включено отключены рычаги частичного вязания то есть они работают и теперь обвивая иглы стоящие впереди вокруг рабочих мы провязываем несколько рядов сколько рядов зависит от того сколько может выдержать ваша машинка учитывая что мы эти накиды делаем в одну сторону и в другую смотрите раз два три три пять обвиваю ставлю вторую партию следующую работу провязываю два рабочих комплекты игл те на которых я уже вязала в переднее положение вяжу на следующих раз обязательно обвиваю соседние иголки в переднем положении и справа и слева два три четыре пять обвиваю ставлю в рабочее положение следующую партию игл шесть эти тут же вставляю в переднее положение видите что у меня накиды получаются с обеих сторон то есть я дважды по ним проезжаю раз два три четыре пять обвили поставили в работу шесть эти выставили вперед и поехали дальше раз два три четыре пять обвили поставили в работу два комплекта игл в переднее положение и вяжем на последнем раз два три четыре пять шесть это мы выровняли полотно она у нас идет уже по горизонтали видите все опустилось полотно ровно вот здесь плотинка вязание здесь уже рыхлая и эти разносторонние накиды которые мы вязали они накидываются на иглу и когда мы провязываем вязание опускается получается такой веерный рисунок очень красивый видите и он идет в разные стороны можно делать в одну сторону когда мы все время начинаем с одной стороны делаем накиды на одну иглу а если мы идем в разные стороны у нас получается веерный рисунок во все стороны и учитывая что эти накиды они остались на иглах я сейчас еще раз на эти же иглы сделаю накиды только в другую сторону получается очень интересный эффект здесь я провязала шесть рядов я выровняла вязание теперь мне нужно поднять его на следующий ярус поэтому я провязываю еще шесть рядов делая накиды на ту же самую иголку если у вас машина берет не берет такое количество берите по поменьше навешивайте точечные оттяжки те же скрепки с гайками крабики все что угодно то есть оттягиваете вот это вот место так чтобы машинка держала она обязательно должна держать накиды иначе все слетит связание еще шесть раз ну можно пять в обратную сторону пять эти поставили в работу и как и дальше на тех же самых иглах накиды уже есть я опять на них делаю накиды шестой раз я ставлю в рабочее положение эти иголки провязываю на двух партиях рабочих иголок шесть эти сразу в переднем положении вот таким образом двигаясь вправо влево постоянно делая накиды на одних и тех же иголках я получаю этот веерный рисунок принцип тот же самый что и на нашем уже связанном шарфике только с обвивами и получается видите совсем совсем другой результат вязание таково что там достаточно чуть-чуть что-то изменить и получается не то что мы делали если делать накиды в одну сторону у вас будет с одной стороны как бы расходящееся вязание а с другой стороны оно будет соединено накидами с предыдущими иголками очень интересный эффект будет можно попробовать все будет очень по-другому смотреться и чем меньше рабочих игол и больше расстояние между рабочими иголками тем лучше будет виден этот веер и естественно надо больше провязывать рядов потому что маленькие тут получается такие аж узелочки так набито все в свободном варианте очень все рыхленько и аккуратно и для палантинов для шарфиков идеальное вязание такие вот ажурчики они не напряжены в вязании они не тяжело даются у них красивый край в принципе даже не требующий какой-то особой отделки в общем-то готовый шарфик для тех кто хочет быстренько связать что-то очень такое интересное ниточки лучше брать тонкие опять же тонкие полумахер чтобы это пушисто смотрелось изящно нежно потому что на жестких нитках смотрится немножко по-другому там получается рисунок жестче но при этом его как раз в кофте и можно использовать вот такая вот вещь махерчик такой рыхленький в кофте будет весь перетянут и не будет держать форму он весь как бы стечет вниз будет очень некрасиво при таком же варианте но связанным такими плотными нитками полушерсть полуакрил вот что-то такое более толстая будет смотреться идеально именно для верхних вещей очень красивый необычный рисунок украсит и шарфики и шапочки и кофточки все что угодно можно вязать на таком узоре убавки можно делать за счет сначала стяжки потом убирая количество петель в группах здесь у меня помните в начале было по три иглы можно было сделать по две потом по одной но здесь у меня широкая растяжка поэтому можно сделать стяжку на одну иглу самое главное не упустите петли с накидами так чтобы было по две не по три между ними а по две лучше делать за несколько этапов чтобы ничего не сбить ничего не потерять две так и через две следующие иголки все мы стянули с одной стороны самое главное сразу и грузики навесить или прижать платинками конечно машины с платинами идеальны для таких узоров но вязать можно на чем угодно на любых так на любых машинках на одну стяжку и так вторую мы немножко убавили видите рисунок сейчас будет немножко попроще не попроще а потуже после этого мы можем убрать по одной петли оставить в каждом каждой группе то есть получится не группа а одна игла потом еще раз стянуть полотно останется по одной игле между одной иглой рабочей получается вот такая достаточно мощная стяжка и в общем то этого достаточно для того чтобы сделать такое очаровательное закругление потом можно просто собрать это все узелком и убавки готовы это в случае если вы делаете шарфики или палантин и вам нужно закругление если же вы вяжете какую-то вещь изделие там нужна пройма там нужен накат рукава делайте квадратную выкройку для того чтобы не сбивать рисунок вы можете сразу закрыть несколько петель и вязать по прямой тогда у вас будет не сбитый рисунок потому что обычно мы жертвуем либо фасоном либо узором потому что и фасон хороший фасон и узор очень насыщен то есть мы выбираем либо силуэт либо оформление в данном случае у нас будет оформление красивое поэтому силуэтом мы грубо говоря жертвуем и делаем квадратные проймы и квадратные окаты все рукава рукав квадратный полочки с квадратными проймами вот тогда у нас идеально ляжет рисунок и все будет смотреться ничего не собьется нигде не будет никаких скосов и сбоев сейчас провяжем парочку раз на таком варианте потом я уберу до одной иглы потом беру стяжку сделаю и вы посмотрите как у нас хорошо уляжется этот рисунок как ровненько он уйдет сойдет практически на нет это для того чтобы сделать закругленный палантин закругленный шарфик или если вы будете вязать шапочку мы таким образом можем оформить макушку не стягивать огромное количество петелек наверху не делать мешок а постепенно зайти на минимальное количество петель которые мы сможем затянуть стянуть на одну единую стяжку но петелек будет немного и стяжка будет очень аккуратно это вариант для шапок можно делать постепенно а можно сложить по на одну иглу эти вот сейчас на одну иглу переношу краевые оставляю по 3 я их не 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 меняю для того чтобы край был активный можно провязать так можно делать стяжку у вас сразу будет такая мощная бабочка петелек но если мы оставим так то здесь будет очень рыхло давайте-ка сразу и уберем то есть не надо будет стянуть полотно через две иглы потом я сделаю через одну так здесь придется все снимать ой ой на деккеры либо на гартер бар либо у кого есть какие устройства потому что не не стянется полотно так через две раз через две два и через две стянули если я сделаю убавку на дорожках и не стягиваю петельки стоящие в заднем нерабочем положении у меня получается очень растянутый рисунок на общем фоне он будет смотреться неправильно нехорошо поэтому кроме того что я сделала стяжку дорожек дорожек прямых я еще сделала стяжку обвивов у меня получается не два через три а один через два вот так и вяжу дальше смотрите здесь уже критично грузики навешивайте и следите за иглами потому что вязание очень рыхлое и много накидов и оно может слететь с игл поэтому следите пожалуйста за тем как у вас проходит вязание обязательно поддерживайте все это раз два три четыре пять шесть и переходим на следующую раз два здесь уже совсем много три четыре пять шесть и так далее раз два четыре пять так я провязываю один раз и делаю стяжку до одной иголочки между прямыми участками иначе будет очень очень рыхлое рыхлое очень рыхлое 4 5 6 конечно такая машина удобнее на самое полотно держит 3 4 и 6 выравниваем сторону 6 провязали получили такое рыхленькое вязание теперь стягиваем все эти петли до 1 нас между рабочими иголками остается одна нерабочая тогда проще вязать нам будет легче это все стянуть будет легче с этим всем разбираться так не стягивается уже значит переносим на вспомогательную нитку лучше не надевать это все очень тяжело восстанавливать петли видите стяжку уже такая достаточно активная и сейчас провязываем еще разик и в общем то на этом можно и заканчивать потому что стянуто уже очень хорошо и теперь если я начну что-то еще стягивать у меня собьются прямые дорожки хотя и в общем то могу соединить попарно эти дорожки и продолжить вязание но собьется рисунок он очень кого в этом плане капризные то есть его соединять сложнее чем другие какие-то варианты поэтому вот на такое количество петелек мы с вами рисунок присоберем потом мы можем просто собрать так чтобы единым полотном это все шло и аккуратненько закрыть либо сделать стяжку общую провязав один ряд на большем количестве на более рыхлым вязание для того чтобы получить такие активные петли и его уже проще стянуть вот довязываем до провязываем еще разик или два смотрите сколько вам надо для того чтобы зафиксировать вот это вот вязание в таком объеме и будем смотреть как мы будем закрывать тянем он проще всего после того как мы провязали последний рядочек стянуть наше вязание то есть сложить все все петельки на подряд чтобы не было между ними расстояние провязать один ряд и наброс не набросывая стянуть на стяжку если вы собираете делать какую-то отделку то оставляете либо открытые петельки либо закрываете другим каким-то способом потому что все дальнейшее закрытием этих петель зависит от того какую отделку вы предполагаете ну и вот эти вот заодно последние по три нужно конечно изнутри было их собрать но вот так получается совсем немного провязываю один четыре с половиной плотность провязываю на шестерке и просто стягиваю на стяжку пропуская рабочую нитку через каждую петлю это самый простой способ если вы не планируете больше никак отделывать можно стянуть сейчас стянем с вами посмотрим что получается если это не широкий шарф для широкого палантина конечно надо просто закрывать и какая-то отделка там у вас скорее всего пойдет ну другой стороны вот потянули получился такой вот хвостик вот смотрите рисунок не прерывается у нас нигде он везде идет ровно 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 не предмет перерыва но изделия с одной стороны очень широкая а с другой она сходит практически на нет на очень узкая узенькая становится вот варианты убавок внутри сложного полотна вот такие вот раппорты очень хорошо поддаются убавкам прибавкам прибавлять делайте то же самое только в обратном порядке увеличиваете количество прямых участков либо либо расстояние между между ними и у вас отличная прибавка пошла вот так делается такой узор убавками вот смотрите затянули у вас получилось вообще просто на нет все это сошло собралось узелок просто красота шарфик очаровательный причем он красив и снутри и изнутри и и с лица и с изнанки чтобы связать шарфик который таким узором можно вязать шарфики бактусы закругленной по шее ведь вы видите что у меня вязание совсем небольшое но она уже скоро образует круг как же это делается в принципе любой рисунок который выполняется частично очень легко поддается подобным такой укладки для этого достаточно всего лишь в той страны которую нас идет ближе к шее провязывать меньшее количество рядов то есть странно который идет дальше больше то есть у меня я сейчас провязала 4 рядочка на первым комплекте игл ставлю второй провязываю 5 6 раз в общем-то хватит перехожу на 3 комплект это будет 5 ряд убираем первый комплект здесь меня было четыре на втором у меня пять сейчас вижу больше 1 провязываю 1 провязываю 2 3 4 5 6 перевожу дальше убираю то есть я чем ближе к центру тем меньше рядов провязываю тем дальше от центра вязание тем больше рядов 1 провязываю 2 3 4 5 6 в принципе можно остановиться потому что середина средненькая такая можно провязать еще пару рядочков 1 и переходим на последний комплект последний у нас самый длинный самый такой объемный потому что он не должен натягиваться провязали ряд 2 3 4 5 6 7 8 и 9 остается у меня последний комплект игл на которых я должна вывязать первый этап следующего ряда видите у меня еще больше закрутилась принципе целиком может быть такой кругу не нужен а вокруг шеи уложить вот такое закругление очень даже интересно то есть оставить прямые детали то есть вывязывать их равное количество рядов актанги у нас пойдет шея чтобы не было никаких заломов что ли чтобы лежала так вот очень интересно по по плечам то есть не чтоб стояла по ушей а что по плечам облегала вот такой способ вполне можно использовать первый комплект игл вижу максимальное количество рядов 1 2 3 4 5 6 7 8 перехожу на 2 1 2 3 4 5 6 перевожу на 3 комплект провязываю 2 3 4 5 6 4 1 2 3 4 на последний 5 5 3 4 5 10 1 2 3 4 и вот таким вот образом у меня получается очень сильное закругление оно сильное и при этом абсолютно ровное никакого насилия над тканью и все укладывается само это частичное вязание с разным количеством провязанных рядов вот собственно весь секрет но все наше вязание состоит из таких вот очаровательных секретов которые надо знать и учитывая что у нас разное количество рядов по горлу у нас идет практически ровная полоса а по шее по спине очень сильно волнистая за счет того что у нас рисунок постоянно вязание задвигается в разные стороны эффект вот такой вот очень очень приятно очень интересный часто все надо подпарить и смотрите как просто и как интересно этот узор настолько многогранен и интересен что вязать его можно слева направо справа налево цветными нитями сейчас мы посмотрим с вами вариант когда я буду вязать слева направо и справа налево то есть получается такая шахматка когда мало того что у меня получается цветные вставочки но они еще расположены в разных направлениях беру разные цвета на самом деле когда вы будете вязать шальку вы будете пользоваться хорошими ниточками я вам показываю на акриле потому что он яркий и каждый цвет отлично виден разделение происходит так вот у меня каждый блок как мы помним по рисунку составляет два две пару пару блочков вот один цвет один цвет один цвет один цвет и один то есть начинаем с одного с первого блока потом два потом переходим с шагом на один шаг на один шаг на один заканчиваем одним каждый из них имеет свой цвет видите так вот я начала с того что провязала справа налево у меня каретка справа я просто сейчас перегон перегон перегонала вот последний хвостик от нитки я уже отрезала потому что на этом блочок закончился вот здесь должны эти черные нитки вот видите черный блок шел тут теперь черный будет только одна одна первый блок три иголки ставлю их работу провязываю пять шесть рядочков у меня получается четное количество причем вот такой момент поскольку вязание многоцветное не обойдется без протяжек но видите они здесь совершенно не бросаются в глаза протяжки минимальные и для того чтобы их увидеть приходится приглядываться посмотрите у меня между узорами это совершенно не портит вид у меня вот здесь вот протяжка зеленого к зеленому вот здесь будет черный к черному через зеленую небольшая протяжка она будет по-другому никак не сделать так чтобы вязание шло в вязание потому что она в ряду само с собой нигде не стыкуется она каждый раз уходит вниз и хочу я или не хочу мне придется доставать нить либо рвать все это на куски и завязывать узлы вот честно говорю вязать узлы не люблю поэтому будем делать небольшие протяжки раз два три четыре пять зеленый ой господи черный закончен убираем сматываю ниточку чтобы не плодить веревки следующий блок у меня видите вот нить идет желтый желтый будет состоять из двух следующих блоков провязываю раз два три четыре пять и вот теперь внимание моя задача оставить нить в середине блока ставлю в переднее положение дальние иглы провязываю три выставляю вперед и бросаю здесь эту нитку все следующий блок у меня рыжий значит рыжий будет провязан на следующих двух блоках игл точно так же делаю раз с небольшим натяжением чтобы у меня нить ушла к нужному месту раз два три четыре пять выставляю в переднее положение дальний блок провязываю передний так чтобы нить ушла в середину цвета все следующий блок у меня синий вот он вот здесь ниточка значит я выставляю иголки для следующего блока повторяю то же самое раз два три четыре пять это вперед в середине шесть следующий блок у меня так рыжий синий я хотела бы сделать голубеньким и меня отвлекли я ошиблась видите ошибаться нельзя следующий блок у меня будет так на вот этих вот иглах раз два три четыре пять иглы вперед оставляем то есть у меня с каждого от каждой вот этой тройки игл уходит своя веревочка свой цвет осталось вот сюда но здесь я начинаю этим цветом следующий цвет я могу взять черный закончился значит беру черный вот то что у меня здесь уходит цвет я его добавляю в другую сторону у меня происходит вот такое сдвигание узора и провязываю свои шесть рядочков раз два три четыре пять шесть фокус этого узора в том что я все время иду в одну сторону в другую в одну в другую то есть можно конечно все время идти в одну сторону у меня будет совсем другой эффект у узора можно вести рисунок вертикально как мы это делали на самом палантине то есть у меня будет несколько вот таких вот полосок вверх идущих и узор будет совсем другой в таком варианте у меня видите они то вдоль то поперек получается то есть такой рисунок слегка перекошенный поэтому продолжаем дальше мы вернули рисунок слева направо идем справа налево у меня нить справа ставлю блок второй провязываю свои пять рядов среднее положение последнюю и оставляю нить в середине блока беру нить снизу и начинаю вязать следующий блок ошибиться здесь сложно если не будете уводить нить никуда оставляете в середине и просто берете ее и ей пользуетесь если вы будете нить уводить в разные стороны там ну сто процентов запутаетесь потому что откуда что идет и куда какой рисунок очень сложно особенно если у вас вся машина будет занята таким такой отделкой раз два три четыре пять эти вперед шесть вывели нитку на середину блок двух блоков ставим следующую партию у меня нитка синяя внизу вот у начала блоков она уже лежит провязываю 5 два три четыре пять в переднее положение ввожу нитку в середине шесть следующие что у меня тут есть у меня тут рыжая нитка теперь вот рыжий и провязываю раз два три четыре пять это вперед шесть все каждый каждые три иголки и от каждой вот этого блока у меня уходит своя ниточка который следующий раз пойдет вязаться в ту сторону так это будет синий из двух рыжий здесь значит рыжим провязываю своих шесть рядов то есть я начинаю узор с того что вывязываю боковую часть раз два три четыре вот и увожу шесть рыжий кончился я его убираю он у меня пойдет теперь на правую сторону следующую партию то есть вы чувствуете я сначала иду в одну сторону потом в другую синий мне как раз здесь нить раз два три четыре пять вывожу в середину шесть следующий голубой голубой зеленый две пара блоков раз два три четыре пять и оставляю нитку в середине на самом деле каждый раз провязывая дополнительный шестой ряд на одном из блоков я выравниваю количество провязанных рядов то есть казалось бы здесь пять здесь шесть но я сейчас при переводе ниток здесь провяжу лишний ряд и у меня выровняется общее количество рядов зеленые провязали теперь вот он черный достаю иголки для черного блока раз два три четыре пять оставляем нить в середину шесть только что убрала рыжий значит что у меня идет рыжая пара раз два три четыре пять шесть ну и в общем то могу добавить еще один цвет могу рыжий довязать могу еще какой-то цвет добавить потому что на самом деле это не очень важно я могу добавить и рыжим провязать у меня будет вот такая вот такой вариант если я сейчас здесь начну следующий цвет значит у меня будет вот у меня желтый где-то там закончился я про него и забыла добавлю желтый раз четыре четыре пять шесть да про желтого я забыл совершенно пришла в эту сторону идем обратно ставлю в переднее положение провязываю желтым потому что у меня одна часть игл была теперь две раз два три четыре пять вывожу шесть вот тут уже рыжий ставлю следующую и так далее то есть самое главное оставлять каждый раз нить в середине между блоками и вы не запутайтесь потому что вот она ниточка вот она ее уже никуда не денете и не потеряете раз два три четыре пять в середину шесть следующий блочок у меня идет черный вот он нитку вижу достаю значит этим цветом нужно вязать раз два три три пять середину шесть вот у меня уже следующий цвет иду дальше раз три четыре пять и в середине шесть вот таким вот образом видите у меня нити все вязание получается в разные стороны вправо влево вправо влево торчат вот так вот поперек можно вязать вдоль можно поперек как угодно вязание получается очень интересно и необычно если подберете цвета например плавно переходящий один в другой такой градиент небольшой будет просто здорово кстати можно вязать действительно градиентом переход цветов как вязать градиент у нас отдельный урок есть бесплатный на нашем сайте можно посмотреть там показано на тоненьких тоненьких ниточках потому что градиент проще всего вывязывать тонкими тонкими нитками плавно переход цвета будет здесь если вы найдете цвета которые ну совместимы либо от яркого к темному от темного к яркому и обратно будет очень красиво просто необыкновенный эффект получится поэтому вот таким вот образом один из множество вариантов вывязывания узоров с переходом цветов то есть рисунок сам по себе еще и цвета сами по себе вообще просто чудеса получается очень красиво ярко необычно отделка для шапочек отделка для планочки кармашки можно отделывать можно даже юбки такие вязать только им чехол обязательно нужен саму собой то есть все что можно наложить сверху вот такой узор накладка сверху будет очень очень красиво и необычно делайте поменьше расстояние между вот этими блоками узор будет убойный вот так вот это все выполняется очень просто но требуется сосредоточенности и небольшой небольшой практики прежде чем вязать большой палантин все таки советую немножко потренироваться дальше